Привет! Расскажи немножко представься. Меня зовут Валера, я совладелец норвежско-украинской компании сети Media Digital. Уже больше семи лет работаю с разными норвежскими компаниями. Хочу поделиться даже тем, что нравилось, что не нравилось в процессе, может кому это будет полезно. Сейчас вы разрабатываете преимущественно на Ruby и немножко мобильные технологии? Я бы сказал даже пополам. Мобильная штука у нас была сильная, мы не фокусировались пополам с Ruby не били. Сейчас как раз находимся в офисе. Называется City Media Digital. Хорошо, Валер. Вы сейчас работаете на рынке медиа на Овежском, и у вас уже есть опыт работы там. Как бы ты посоветовал компании, которых допустим нет выхода на скандинавский рынок, на норвежский выход, как выходить с нуля? Есть ли к этому подходы или только случай может вывести нас на какой-либо конкретный рынок? Я бы сказал, с нуля не соваться к медиа компаниям. С медиа компаниями очень интересно работать, потому что они всегда хотят попробовать что-то новое. Очевидно, что прибыль от традиционной медиа падает, и они должны что-то пробовать. С другой стороны, в медиа компании не так много денег. Да? Ну, на самом деле. И если нет какого-то случая, если нет какой-то такой зацепки, я бы советовал обращаться к Digital Agences и к каким-то компаниям, которые занимаются разработкой на Овеже. То есть те компании, которые уже занимаются разработкой на ваших технологиях, предположим, и выступать им как суботряды или выступать им партнерами? Да, да. Потому что, во-первых, там обычно есть заинтересованные люди, то есть они всегда планируют больше, чем они специально успели бы сделать. Плюс есть такая тенденция, что там есть отдельные отделы, которые занимаются сотрудничеством, например, с аутсорсинг-компанией. И есть там бизнес-давал, к которым можно обращаться. То есть вот в плане того, чтобы узнать рынок, узнать какие-то особенности, поработать вместе с кем-то, это, наверное, самый лучший вариант. А на них выйти это можно? Там просто напрямую написать письмо или где-то пытаться на какой-то конференции познакомиться? Или, может, ты познакомишь? Да, я могу, например, познакомиться. То есть достаточно много разных проходит событий на Риге. Сейчас есть такой тренд, что в каждом более-менее большом городе есть дом предпринимателя или еще какое-то такое заведение. Не совсем. Не совсем. То есть вот в торговой палате я тоже не советовал бы соваться. То есть такие старомодные штучки. Наоборот. То есть дом предпринимателя – это какие-то организации, такой инкубатор, хаб, не знаю. То есть там 20-30 разных компаний находятся, они периодически проводят какие-то события, к ним можно приехать, рассказать о чем-то, представить. То есть там достаточно такие открытые люди, с которыми можно договориться. можно выходить через них. Валера, а у тебя компания, открытая работа эти во Львове. Интересно, вот у меня компания в Харькове. Наверняка у тебя есть много знакомых с Харькова. Как бы ты сравнил Львов и, может быть, другие города разработки в плане отзорственного? То есть отличается ли стоимость рабочей силы, качество рабочей силы и вообще какой-то дух? Мне сложно сказать, потому что я в Харькове, особенно последние несколько лет даже не следил особенно. Есть практика, что мы 3-4 человека с Харькова перевозили сюда. То есть по стоимости сложно сказать, но, наверное, в Харькове, не знаю, может чуть-чуть дороже, потому что там, не знаю, города больше. А в плане душевности, да, вот тут у меня как-то любовь к миру это приятная. Да, то есть, ну, то есть, больше вопрос там, кто, каких людей ищет.